Привет, комрады! Хотел показать пару предметов, очень простых, доступных каждому человеку, с помощью которых вы сможете пережить холод в квартире, если у вас отключили отопление, или в походе спать в тепле. Вот алюминиевая канистра, купил на авито, такие продаются, можно найти за тысячу рублей, за полторы в хорошем состоянии. И вот 10-литровый котелок, лучше, конечно, чуть побольше, но у меня такой есть. Подобные вещи использовали много-много лет назад. Я, например, видел на барахляном рынке такую по форме похожую на летающую тарелку, неваляшку, такую канистру, чуть размером поменьше, у нее сверху тоже была крышка. Немецкий мастер какой-то сделал грелка в постель клали. Еще это давно люди очень использовали. В некоторых странах, например, типа Англии, там у них проблемы с отоплением до сих пор. Нет центрального отопления, у многих людей не до сих пор используют грелки. То есть вот покупаем такую канистру, можно другую, на что важно обратить внимание, чтобы канистра была горизонтальной, то есть вот эта вот пробка была сверху, а не с краю. Тогда меньше вероятность протечки. Наполняем это кипятком, кладем в спальник, под одеяло в кровать, во что-то ее можно завернуть, какую-нибудь там одежду, в герм какой-то положить. Весит вот это все вместе с котелком в районе трех с половиной килограмм. Совсем немного, особенно с учетом того, что вот это вот может обогревать сразу нескольких человек. То есть на постели, например, спят несколько человек, например, там родители с детьми, если у вас холод или в походе, там трое-четверо в одном спальнике. Ну сами думаете, как вам это подойдет. Так что советую подумать, когда вы вот это положили, у вас уже отработал цикл, то есть вода немного стала остывать уже, то есть вот эту же теплую воду наливаете в котелок и второй раз ее нагреваете. Нагревать, сами понимаете, уже теплую воду будет легче, чем ледяную, которая была, например, у вас изначально. Все, комрады, не буду затягивать видео. Если у кого есть какие-то идеи, как назвать это видео, чтобы это лучше доходило до людей, эта информация, то милости просим. Пока, заходите еще, еще что-нибудь расскажу.